всем привет с вами снова арти и наконец-то видео по с 51 поехали изменил немного подачу видео надеюсь в таком варианте где ттх в перемешку с элементами рандома понравится больше карта у нас просто замечательная про сау я сказать к сожалению так не могу есть конечно свои плюсы но все по порядку свожу сразу же с респа на самое самое стандартное место и даже если засвета не будет а его кстати и нет все равно кину туда фугасом мало ли кто-то там может стоять и я смогу кого-то там зацепить далее это я уже не раз повторял переезжая мы занимаем самую удобную для нас позицию неважно где она находится главное чтобы мы смогли простреливать оттуда как можно больше пространства на карте топовая ходовая у s51 хороша скорость поворота шасси составляет 20 градусов в секунду максимальная скорость 30 километров час что позволяет и требует от нас часто перемещений по карте занимаю свою любимую позицию на лиха луфи и начинаю искать жертв сложусь по стандарту с этой позиции а именно подъем в квадрате а2 из прижался горки поэтому на него нет четкого прострела а вот т29 как раз находится в самой лучшей позиции конечно же для меня и он без труда отправляется в ангар казалось бы все просто нажал кнопку убил танк и стоишь спокойно куришь да это сейчас выглядит именно так но давайте не будем побывать о преимуществах и недостатках всех танков в игре для арте этим недостатком является беспомощность когда к тебе приезжает какой-либо враг ну почти беспомощность в некоторых случаях пт-режим творит чудеса но давайте не будем опять забывать о перезарядке стрелять из буратино следует наверняка то есть ловить на ходу кого-то это глупость если например рядом есть стоящая цель как сейчас 3с находится рядом но я все-таки свелся на т29 почему я так сделал и сы они двигаются что затрудняет попадание в них или в кого-либо одного из них а вот т29 стоит и пытается перестреливаться и конечно же он будет лучше для меня мишенью и на 748 хп ему влетает достаточно хороший выстрел для с 51 враг начинает продавливать это направление а перезарядка но очень долгая кстати к этому тоже нужно относиться серьезно бою мы должны наносить урон потому что это буратино потому что у него долгая перезарядка потому что выстрел в труп или шотного противника может привести к сливу всей команды например как сейчас ситуация вражеский из уж очень сильно обнаглел и вылез вперед здесь его поставили на гуслю сначала хотел конечно же выстрелить в него но вижу что он находится под одним союзников и мой выстрел будет реально впустую а ждать пока перезарядиться орудие это слишком я принимаю решение отстреляться по другому усу который думает что он находится в селе на самом деле буратино хороший именно по дамагу потому как он выносит абсолютно все одноуровневые танки да и высокоуровневые бои нас не кидает здесь еще уместно было бы сравнить с 51 конечно же со своим одноуровневым собратом су-14-1 но к сожалению мне еще не удалось покататься на это сау и что-то говорить про нее я пока что не буду прострел на иса просто ужасно но если правильно навестись и надеяться на то что снаряд полетит именно по той траектории которая показана нам зеленой полоской то можно и кого-то убить так вооружение нашего героя орудие 203 миллиметра что является наверное самым высоким калибром на седьмом уровне боекомплект 12 снарядов кажется на первый взгляд очень мало но реально хватает на весь бой урон если броня будет пробита составляет 1850 единиц для фугасных снарядов и 1450 единиц для бронебойных сама же бронепробиваемость у с 51 составляет 102 миллиметра для фугасных снарядов и 260 миллиметров для бронебойных снарядов то есть если возить с собой комплект бронебойных снарядов то можно ваншотить практически все в бою если конечно же попадать скорострельность один выстрел в минуту наверное самый ужасный показатель из всех сау в игре но он компенсируется именно дамагом который может выдать это арта углы горизонтальной наводки всего лишь 4 градуса в одну и в другую сторону из-за чего вам придется практически всегда пересводиться а время сведения у него 8 секунд вижу внизу вражеского из свожусь делаю выстрел но забываю о том что он стоит на небольшом выступе и у меня случается перелет обычно сводиться на этой арте надо точно на танк но по случаю вбр снаряд очень часто летит куда-то со всем стороны и вот еще о чем я хочу вам сказать я промахнулся а бой уже идет на нашей базе и здесь есть цели находящиеся в прямом простреле но увы мой фейл и перезарядка в 45 секунд дает мне возможность только наблюдать за происходящим и чувствовать свою бесполезность начался захват базы я сразу пересвожусь туда но враг берет свои неожиданности и вот светится пт и как ни странно с этой позиции у меня есть на нее прострел свожусь делаю выстрел и куда куда полетел мой снаряд влево выше да как так еще один выстрел который привел к сливу свожусь опять на пт но у меня все еще идет перезарядкой мне не хватает углов и приходится пересводиться заново и это уже начинает слишком сильно напрягать я зарядился но цель пропала к сожалению пытаюсь помочь свои фвшки но здесь не прострел обзор у с 51 не отличается от других танков ссср и составляет всего лишь 360 метров да и дальность связи 625 метров тоже очень мало и в некоторых случаях вы можете просто напросто не видеть своего союзника на мини карте что касается экипажа тут у нас 6 человек какие умения выбрать экипажу первым делом прокачать боевое братство у всех чтобы хоть как-то увеличить характеристики экипажу далее командиру шестое чувство а всем остальным маскировку из оборудования советую гаубичный досылатель крупного калибра усиленные приводы наводки в третий слот маскировочную сеть если же вы боитесь что вас могут снять по трассером то можете поставить тяжелый противосколочный подбой который вас может немного защитить и снаряжение ремкомплект аптечку и чтобы по максимуму улучшить навыки умения экипажа топ паек и так я пытаюсь посвятить самому себе и у меня это получается но я понимаю что выкатываться на тигра это смерть и задним ходом еду в нычку уже стандартную для меня на этой карте где погибло от меня опять же немало врагов хорошая позиция вражеская арта сюда с трудом прокидывает и чтобы вас забрать сюда нужно спуститься что и пытается сделать тигр но первым что я вижу его днище и отправляю туда свой фугас казалось бы есть шансы на победу и можно затащить колобанова но в в 304 портит все на то она и создана чтобы тащить это я про 304 а буратосу остается только накидывать дамаг итак что мы имеем хорошую подвижность огромный разовый урон для седьмого уровня хороший сплэш огромные пробития бронебойными снарядами но давайте не будем также и забывать про недостатки такие как малые углы веризонтальной наводки долгая перезарядка и долгое сведение фана на это арте ребят вы не получите на данный момент она является проходной и как только исследуете су-14-2 продавайте своего с 51 конечно следующая сау ветки развития ссср еще более интересней но это уже совсем другая история с вами была арти жду ваших лайков и подписок до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok